Вода на всех официальных пляжах Латвии, за исключением одного, чистая. В данный момент запрещено купаться в Даугаве на Румбуле. Что обнаружили там специалисты инспекции здравоохранения, выяснила Галина Солодовник. Во время проверок воды на официальных пляжах специалисты инспекции здравоохранения, во-первых, осматривают ее. Нет ли масляных пленок, нехарактерной пены, мусора. А в пробах воды проверяют микробиологические показатели. Пробы воды брали 4 и 5 июля. Всего инспекция здравоохранения проверила 58 официальных мест для купания по всей Латвии. И здесь, в Румбуле, оказалось плохое качество воды. Лабораторные исследования на эти микробиологические, вот эти косвенные показатели, это кишечная палочка и кишечные энтерококки. Они показали, что те находятся, вот этот показатель энтерококков, он находится в таком количестве, что купаться запрещено. Микроорганизмы, которые уже способны вызвать какие-то заболевания, которые могут передаваться через воду, водным путем. Это всякие дизентерии, брюшные тифы, гепатит А. В этом месте проверку воды также провела Рижская дума. Повторную проверку 11 июля сделает и инспекция здравоохранения. Если анализы будут хорошие, то запрет снимут. Вот если у Рижской дума будет хорошим, и понедельник, и еще, если он тоже будет хороший, тогда это загрязнение будет классифицировано как кратковременное, и оно уже даже не войдет в отчет, а для долговременной оценки качества воды. То есть оно будет ликвидировано этими двумя хорошими. В Липушке на озере Разно микробиологические пробы воды хорошие. Отдыхающие там люди жаловались на так называемый зуд купальщика. А обычно он вызывается паразитами. В этом случае проверить воду и устранить проблему задача самоуправления. Зуд купальщика вызывают личинки гельминтов, живущих в водоплавающих птицах. Эти личинки пытаются проникнуть через кожу купальщиков. Впрочем, зуд купальщика можно получить только в стоячей воде. У человека кожа отличается от утки, поэтому он попасть сюда не может, но вот как-то вот ее так своими специальными секретом, который такой предусмотрен для того, чтобы проникать в кожу, он все-таки какие-то такие изъязвления наносит. И в результате, особенно если их расчесывать, если еще присоединится какая-то вторичная инфекция, то появляются вот такие, могут быть такие дерматиты. В данный момент разрешено купаться в 57 из 58 официальных мест купания. Подробнее можно узнать на домашней странице инспекции здравоохранения. Ви.гов.лв Галина Солодовник, Мартин Шавац, РУСЛСМ Галина Солодовник, РУСЛМ РУССМ Галина Солодовник, РУСЛМ